Да, друзья, с вами Ваймс, и это снова Monster Hunter World, и в прошлую пятницу добавили Кушала Даору, Arc Tempered, так что сегодня я пойду туда. И также пока шоу-фестиваль, пока был Лавасиод, я попробовал Ганленсы, которые против него достаточно хороши, и Ганленсы мне показались достаточно веселой пушкой в принципе, так что на Кушау я тоже пойду с Ганленсом как раз. И в принципе для Кушау это очень даже подходящее оружие. Но поехали разбираться. В качестве своего оружия я использую Ганленс с Куфторот, конкретно это Золотой Запавл Ратталаса, он шестой редкости, у него длинный тип атаки выстрела и уровень атаки выстрела четвертый, четвертый уровень это основной параметр, но тип атаки выстрела тоже важен, то есть мне кажется удобным для Кушала конкретно и в большинстве ситуаций может быть, ну или во многих ситуациях, именно длинный тип выстрела и четвертый уровень это просто больше урона, чем третий уровень. Урон самой пушки никакого значения не имеет, мастерство, все такое, это все абсолютно не важно, потому что Ганленсы дамажат выстрелами. Точно так же на них не работают всякие там увеличения крита и увеличения урона в аугментах самой пушки, так что там три регена, чтобы восстанавливать себе кучу хп за каждый выстрел, это довольно неплохо. Ну и остальной сет тоже заточен в то, чтобы, собственно, выживать в основном, потому что на урон Ганленсов влияет только артиллерия. Так что у меня три самоцвета артиллерии, я мог бы вместо этого вставить там оберег артиллерии или еще каким-то образом получить третий уровень скилла. И все остальное у меня чисто в живучесть по максимуму. Венец креста гильдии это с арены, которая наверху в хабе, он дает божественное благословение второго уровня. Дамасский доспех дает фокусировку, это еще один стил, который важен для длинного конкретно типа выстрела, потому что он заряжается, фокусировка ускоряет зарядку. Дальше у меня звездные рукавицы, потому что улучшение восстановления второго уровня довольно неплохо, плюс двойной сокет достаточно хорошо, в общем. Дамасский пояс дает еще фокусировку и три мяутик сокета, и ноги кушалы дают улучшение уклонения и двойной сокет. И в сокетах вставлены увеличение живучести, увеличение уклонения, дистанции уклонения, улучшение восстановления, самоцвета щита, чтобы блокировать неблокируемые атаки. Я не уверен, есть ли у кушалы конкретно неблокируемые атаки, но я просто во все билды, которые собираются когда-либо что-либо блочить, я самоцвет беру, потому что возможность блочить все, что хоть как-то можно блочить, это лучше, чем возможность блочить все, кроме некоторых атак. Так что по дефолту у меня самоцвет вставлен. Ну и кроме этого у меня остался один мелкий сокет, который я заткнул укреплением, который бустит меня, когда я умираю, просто потому что я могу. В один сокет ничего более полезного я не нашел, что я мог бы вставить. В общем, в итоге получается усиление здоровья, улучшение восстановления, фокусировка, артиллерия, улучшение уклонения, божественное благословение на максимуме, защита 3 из 5, и укрепление на защиту по одному левому, тоже по сути на максимуме. А я мог бы вставить самоцвет железной стены сюда и получить четвертый уровень блока, и наверное я мог бы вместо чего-то еще вставить самоцвет железной стены и получить пятый уровень блока, и это было бы тоже неплохо. С пятым уровнем блока некоторая атака кушала блочится без урона, в то время как с третьим те же атаки блочатся с получением небольшого урона. Но в принципе третьего уровня мне вполне хватает. Ну, ладно, давайте я возьму себе сет, я поем на дефенс, потому что опять же никакие увеличения урона на меня особо не влияют. Единственное, что, да, на меня влияет артиллерия, на меня влияет фокус в плане моего ДПСа, хотя конкретно урона он не прибавляет, а и на меня влияет вот это вот, кот-бомбардир. Это еще там плюс 20% урона или что-то такое. Так что я съем того, на использую кота-бомбардира. Кроме этого, какие навыки мне не особенно важно. И поехали на арктемпорт кушалу. События. Тут всего лишь 4 события, и око-буре это то, что нам нужно. Арктемпорт кушала даора, требуется 50-й ранг охотника, как для всех арктемпорт. И я начну в восточном лагере, потому что она там. Я съем талон. Но, в принципе, это не критично. За талон я получаю больше шанс на всякие поточные камни, которые улучшают шмот. И на самоцветы, в принципе, тоже. Те самоцветы, которые в оружие. И в броню. Но, естественно, это не очень критично. Талоны кушалые, наверное, тоже там немножко увеличенный шанс получить, потому что их может выпустить больше одного. Но, опять же, и без талона оно вполне проходится. Я сразу съем все бафы, которые я могу съесть. Мег бронированная кожа хорошо, мег демоническое снадобье. Опять же, на мой урон почти никак не влияет, но почему нет? Сок бодрости мне не нужен. Покров скаловый временной покров, это нормально. Зерна вспышки, навозные снаряды. Это все мне не понадобится, на самом деле. Потому что большая часть всего этого не работает. Но я возьму еще раз этот G-set, потому что я потратил одно максимальное зелье. Ну и поехали разбираться с гануэнсом. У гануэнсов бывает три типа снарядов. Обычный, длинный и широкий. Вроде бы так. И в данном случае это длинный тип снарядов. И как играется длинный тип снарядов, это я делаю любую атаку. И после этого я зажимаю B и стреляю заряженными выстрелами. После этого я снова зажимаю B и снова зажимаю B. И после этого перезаряжаюсь и повторяю. Если монстр на меня не агрится и мне ничего не пытается сделать, то это то, что я делаю. Если он там пытается бить меня, то я уворачиваюсь и все такое. И после уворота я заново начинаю удар плюс заряженный выстрел. Выстрелы тратят прочность. Неплохо так. Но не настолько, как например у широкого типа выстрела. Потому что у широкого типа выстрела геймплей это удар-выстрел, удар-выстрел. И как-то так. Или же просто удар и два выстрела и перезарядка. В зависимости от того, есть увеличение магазина или нет. Вот увеличение магазина, кстати, было бы одной вещью, которую я бы хотел вставить в этот сет. Тогда у меня было бы четыре выстрела между перезарядками. Но у меня нет этого камня. Увы. Но в общем... Ай, это не то, что я хотел сделать. Но в общем смысл в том, что... Мне нужно стрелять по кушаля. И каждый выстрел это где-то 100-120 уронов. В зависимости от того, насколько я поел на кота-бомбардира. В зависимости от того, хайранг это или не хайранг. И еще от пары вещей. Ну и также эти выстрелы достают достаточно далеко. То есть кушаля чем бесит? Своим покровом ветра. То есть подойти вплотную к кушалю я не могу. Меня будет отталкивать. Из-за этого оружие ближнего боя против него не особенно приятно. Конвенц. Я могу доставать с такого расстояния. Делать крик сразу же. И это 111 в данном случае урона. И эти 111 урона не зависят вообще ни от чего. И каждый мой выстрел будет примерно столько же. Там какой-то небольшой разброс в единичку или в две есть. То есть какие-то выстрелы будут там 109, какие-то 111. Скорее всего так. Но независимо от того, куда я попадаю. Независимо от того, на каком квесте я это делаю. Против кушаля это всегда будет такой урон. И насколько я знаю, против всех монстров на хай ранке это будет такой урон. На лоу ранке урон будет ниже. Потому что на лоу ранке в принципе урон игроков почему-то понижен. Ну и... Так же это естественно зависит от того, поел я на кота бомбардиров или нет. То есть если я рипнусь, то у меня урон будет ниже, потому что код бомбардиров перестанет работать. И что еще? Enrage еще влияет. Монстры в Enrage получают больше урона. И модификатор Enrage у каждого монстра свой. У Лунастри и у Теострона выше всего, по-моему. И это та ситуация, когда монстры будут получать больше. Во всех остальных ситуациях монстры будут получать 111. Или 110, или в общем около того. На этот урон ничего не влияет. Ну и Кушала, да, Кушала бесит. Постоянные полеты. Постоянный покров ветра, который меня будет отталкивать. Этот выстрел был в 51, потому что он был незаряженный. Я просто выстрелил. У меня не было времени, чтобы заряжать выстрел. В такой ситуации, наверное, просто выстрелить без зарядки. Это эффективнее, чем не стрелять вообще. Или чем, там, ткнуть копьем. Потому что тычок вообще почти не дамажит по сравнению с этим. Ай. Возможно, сейчас, да, будет рип. Потому что блок пробивается. С пятым блоком я бы выжил здесь. С таким хп. Но это... Это бывает, это Кушала. Он дамаговый. Точнее, это не Кушала, это Арктемперд Кушала. Обычный Кушала вообще пофиг. Так что такое вполне случается. Надо было съесть адамантовое зерно, наверное. Но посмотрим. Может быть, дальше пойдет лучше. Дальше в любом случае пойдет лучше, потому что у меня укрепление. Так что после этого рипа я получаю немножко меньше урона. Я не помню точно, влияет ли укрепление на урон моих выстрелов. Но сейчас мы выясним. Частично. Потому что сейчас они будут слабее из-за того, что код бомбардиры не работает. Но, возможно, они будут... Там, допустим, 105 или около того, это... Если они будут 105 или около того, значит, укрепление бустит их. Если они будут меньше сотни или ровно сотня, то значит, не бустят. И 102 это условно ровно сотня. И Кушала упал. Это возможность немножко продамажить. Окей. Укусы блокируются полностью. Даже с третьим уровнем блока. И, как ни странно, вот обычные плевки, как тот, который меня убил, они блокируются хуже, чем эпичный плевок, когда он там заряжает эту атаку какое-то время и потом плюет. Почему, не знаю. Но с пятым уровнем блока эпичный плевок вообще не дамажит. А обычные чуть-чуть продамаживают. А с третьим уровнем все равно эпичный плевок слабее дамажит в блок, чем обычные. Но, опять же, не уверен, с чем это связано. Также Кушала очень легко падает, если его бить по голове. Наверное, Арктемперт все равно тяжелее падает, чем простой. Но, в любом случае, мне удавалось его за квест уронить, не знаю, раз 10. Просто рандомными атаками по голове. Но при этом, отличие, самое серьезное Арктемперт Кушала от просто Темперт в том, что он не падает от флешек вообще. То есть, если Темперт падает от флешек, он 3 раза за квест. Вот, он упал от ударов по голове. Если обычный падает сколько угодно, Темперт падает 4, по-моему, раза за квест. Арктемперт продолжает летать под флешками. Он ослепляется, он начинает атаковать в рандомные стороны, но не падает от этого. Окей. Вот сейчас меня совсем... Ну, нет, сейчас меня совсем чуть пробил, потому что у меня получаемый урон уменьшен. Ясно. А Дивайн Блессинг иногда спасает. Уменьшает в 2 раза получаемый урон. Это довольно неплохо. А ветер... ...очень напрягает. То, что вот только что произошло, это самая частая причина смерти. Это он прилетает ко мне вплотную, станет меня ветром, и пока я встану от этого ветра, он меня бьет еще чем-то и добивает. Если я с неполным хп на этот момент. Но, не знаю. Поехали. На вторую арену. Тут Теостро. Как на квесте с Арктемперт Теостро был Кушао, так на квесте с Арктемперт Кушао есть Теостро. И они сражаются, и после этого Теостро свалит. Мгновенно. А Кушао получает больше урона, чем Теостро от этого боя. Если они когда-нибудь решат сражаться. Да, вот этот вот эпичный плевок. Он легче блокируется, чем обычный плевок ветром. Совершенно непонятно почему. И да, Кушао получил 2 с половиной тысячи, Теостро получил полторы тысячи, и Теостро сваливает. Наверное, я могу показать, что он флешками не ослепляется. Точнее, что он не падает. Потому что вот он ослепился, и он висит с ослеплением в воздухе. Этим можно воспользоваться, потому что, скажем, я могу стрелять куда-то вверх. Если бы я был ровно под ним, то я бы даже попал, наверное. Но он начинает просто в рандомные стороны открывать. Ну и он не падает от того, что я его слепил. Получаемый урон уменьшен. Неплохо. У меня взят по максимуму скилл на увеличение дальности уклонения. И с Ганлэнсом это очень помогает. Особенно это помогает, если не с Кушао конкретно сражаться, а с кем-то более ближнего боя. Потому что у Ганлэнса есть и так очень дальний прыжок назад. То есть если я после удара отскакиваю ровно назад, то я отпрыгиваю очень далеко. А там без увеличения уклонения получается отпрыгивание примерно на такую же дистанцию, как обычный перекат с увеличением уклонения. Максимальным. А с этим скиллом я вообще прыгаю на другой конец карты. Или что-то типа того. Так что это довольно весело, и уворачиваться получается очень неплохо. Я могу опять же по нему попадать, пока он в воздухе, но это в большинстве ситуаций приводит к тому, что я просто получаю урон. И в данном случае стан, и возможно Рип, если он решит меня отковать, но он почему-то устал и не хочет меня отковать. Ок. Ну, я не против. Чуть-чуть подхилился. Чувак, дай мне отойти отсюда. Не хочу быть в этом углу. Отличный плевок ветром. Еще чуток подхилился и уронил его. Это было очень рискованно. Но опять же, роняется он очень легко. И три хилища хаумента в ганлэнсе. Это хил, не знаю, там 15-20% хп за выстрел. Так что хилюсь я быстро. Ок. Блок, опять же, достаточно сильный. Но даже с пятым уровнем блок Акушау пробивает некоторыми атаками. Чуть-чуть. С третьим все-таки лучше уворачиваться, а не блочить. Но в крайнем случае, если я вижу, что я не успеваю вернуться, я могу поставить блок. Если я вижу, что он начинает орать, например, то я могу поставить блок. И это очень помогает, потому что критти блокируется. Но проблема блоков у ганлэнса в том, что они ставятся медленнее, чем у обычного копья. То есть у копья я могу из атаки... Атаки кэнселить, по сути, в блок. Ну или, по крайней мере, в каунтер, который тоже блок. В каком-то роде. А у ганлэнса такого нет. И во время атаки, пока не завершится полностью анимация атаки, я не могу этот блок поставить. И перекатиться я могу быстрее. Ну, не перекатиться, а отпрыгнуть. Я могу быстрее, чем получу, возможно, блочить. Ну и да, у него есть комбы из криков. У него есть комбы с ветром, когда он сначала... Там... Плевет куда-то в мою сторону ветром, что это меня станет. И после этого он добивает. Ну и... Всякие разные другие комбы. Когда хрен с ним что сделаешь? Ай. Это было зря. Ау. Также арены здесь все совершенно ужасные, потому что здесь везде склоны. И на склонах ганлэнс не очень хорош. Потому что для того, чтобы сделать выстрел, мне нужно сделать сначала обычную атаку. На склоне обычная атака вперед превращается в скольжение. После которого ничего я сделать не могу. Так что нужно быть очень аккуратным в этом плане. Но, тем не менее, ганлэнс пробивает его сквозь его... Титровую защиту. Так что все-таки он довольно неплох в этом бою. Залетит? Нет. Атак. Атак, да. Стан. Стан. Станется он, опять же, достаточно легко. Ну. Это не стан, как стан. Это именно что падение от того, что они по голове ударили. Мне нужно было не отпрыгнуть, а блочить. Хотя, опять же, я, может быть, не успел бы даже заблочить. Ладно. У меня два выстрела, это нужно учитывать. Кушао подойдет сюда. Хотя, наверное, и так получится. Да. И так получится. Ау. И так получится. На себя ронять. Это не самый лучший план, конечно же. Но все-таки. И, опять же, это взрывной урон, который не зависит ни от чего. И да, я сказал, надо учитывать, что у меня два выстрела. Я пытался выстрелить три раза. Сразу же после этого. Но взрывной урон не зависит ни от чего. Так что неважно, куда стрелять монстру. Я могу стрелять в него сзади. Могу стрелять в его хвост, в его крылья. Мне абсолютно все равно, где у него уязвимые точки. Единственное, что если я буду стрелять ему по голове, то я когда-нибудь сломаю ему голову. И это дополнительный стан. Так что в этом... Да, это плюс. Если я буду стрелять ему по голове, то он будет падать. Потому что Кушала роняется тем, что его бьют по голове. Так что в этом плане зависит что-то от того, куда я стреляю. Но урон везде одинаковый. И когда он уже лежит, нет вообще никакой разницы, куда я стреляю. Кроме, опять же, ломания головы. Ай. О, успел заблочить. Наверное, я все-таки уберу пушку и попытаюсь похилиться. Попытаюсь не ловить этот плевок. Ау. Ну. Идеально было бы, если бы он меня застанивает им. Но нет. А также мой урон условно не зависит от моей заточки. В том плане, что при синий, белой и зеленой заточке у меня одинаковый урон. Когда заточка отвалится до желтой, мой урон упадет. То есть тогда мне нужно выточиться. Ну и плюс, мне нужно перед тем, как стрелять, сделать атаку милейшную. Если эта атака отскакивает, то выстрелить я не могу после этого адекватно. Так что в этом плане еще заточка важна. Блин, чувак, давай ты меня не будешь зажимать между стеной и собой. Я не могу с этим ничего сделать. Наверное, я могу покровы использовать. Это еще поможет. Ну хотя у него, по-моему, есть атаки, которые пробивают временной покров. Покров скалы в этом плане немножко лучше. Потому что я, по крайней мере, не буду встанеть с его ветром. Но также... В некоторых ситуациях он здесь меня может и убить. В том плане, что у него есть атаки, которые в нормальной ситуации попадают один раз, и после этого я падаю. И они перестают меня дамажить. А в покрове скалы они меня дамажат несколькими попаданиями. Чувак, давай ты приземлишься или... Или не будешь спамить везде с мерчей хотя бы. Он приземлился, но, по-моему, он близковато. Ну хотя, не, меня не отталкивает его ветром. Вот сейчас отталкивает и дамажит. Почему он не мог выстрелить? Не знаю. А теперь он просто спамит плевки нон-стопом. Что тоже как-то не очень позволяет мне его дамажить. Ладно. Это повод поточиться. И это повод, наверное, пойти в лагерь, потому что он... Да, туда полетел. Так, я быстрее туда доберусь. Можно даже взять всяких зелий. Тогда не надо было точиться, потому что если я сюда захожу, то... У меня в любом случае восстанавливается заточка. Эээ, и у меня кончаются мегазели. Ладно. Девяти, наверное, хватит. Надо будет их потом покрафтить. Но сейчас он свалил на самую неудобную арену здесь. Потому что там сплошной склон. И про склоны я уже сказал. В чем их проблема? Я, кстати, не подобрал его следы. Где я их здесь помечал только что. Потому что я хочу знать, когда у него будут черепа. О, теперь я буду знать. Окей. Я попробую покрафт скалы. Он позволяет мне... Стоять во всяких торнадо и... Получать от них урон. В то время, как меня был в нормальной ситуации оттолкнул. Скорее всего, он не сдамажил. Но так же я могу неплохо хилиться. Стоя под ним. Ладно. Он улетел, но я все равно его дамажу. Ладно. А хитбокс моей атаки довольно безумно большой в этом... В этом режиме у длинного гонганца. И еще раз уронил. Ай. Это был обычный выстрел. После обычного выстрела я тоже могу сделать заряженный выстрел. И это хорошо для тех ситуаций, когда у меня пушка отскакивает, например. Если я могу не делать атаку, которая... Которая отскочит и не позволит мне выстрелить. А я могу сделать обычный выстрел, который в два раза слабее. Но после которого я могу сделать заряженный. Еще раз уронил. Ну да, роняется Кушала очень легко. И прерывается вот так вот. Он пытался что-то сделать, но я попал по его голове. Так что он чуть-чуть, чуть-чуть застанется. Кровская скалы кончился. К счастью, склон не только мне мешает, потому что он регулярно атакует куда-то на метр выше меня. Ай, я хотел. Ладно, я не хотел. Почему у него пролезающие жабы не работают? Его можно парализовать. Это я знаю. Он в ней не стоял или просто на него жабы не работают? Или что? Или может быть на него нужны две жабы? О, я даже выжил. Я даже нон-стопом встаню от Петра? Это не очень хорошо, у меня не заряженный Гонлэнс. Я могу чуть-чуть поднимать или опускать пушку во время атаки. Я не могу его поворачивать, так что если он где-то справа или слева от меня, то я в него не попадаю никак. Но если он выше или ниже, то я могу поднять или опустить ствол. А проблема в том, что оно начинает зарядку заново после того, как я поднимаю или опускаю ствол. То есть оно заряжается дольше из-за этого. Почему я сейчас его не продамажу? Также на этой арене нужно всегда стараться быть ниже, чем противник. Потому что когда я вверх атакую, у меня не начинает скольжение. Только когда я атакую вниз. Шава, смотри, какая тут нитрожаба зачаржить в нее. Мне не хочет. У него уже черепа. И у меня есть временной покров. И у меня есть бомбы. Также я могу поесть. Наверное, в этом есть смысл. Поесть на бомбардиры еще раз. Он вроде бы даже урон бомб должен увеличивать. Тогда и бомбы мощнее взорвутся, и... И мои выстрелы будут больнее дамажить. Еще минус один талон, конечно. Ну и плюс защиты у меня будет еще чуть больше. Потому что четыре рыбы я не могу съесть. Элементальный резист мне совершенно не помогает. Урон. В ближнем бою. Тоже не то, чтобы особенно важен. Ладно. Прощальный подарок кота это не тот бонус, который мне может понадобиться. Это отхиливает союзников, когда я умираю. У меня нет союзников. И я не особо планирую умирать. Ну окей. Есть мегабочковая бомба. У меня все еще есть адамонтовые зерна. У меня заряжен временной покров. В общем все довольно неплохо. Также я могу его разбудить Вивернфаером, как он по-русски называется, я не помню. В общем крутым выстрелом. Сделать бы это как-то так. Наверное я буду его будить просто не в голову. Потому что иначе тут все очень неудобно. Надеюсь бочка достанет. Порай подальше. В общем смысл в том, что у меня есть вот такая атака. Которая очень даже неплохо дамажит. Но она дамажится в обеих бочках. Так что стоит попадать все равно сначала в бочку, потом противника этой атакой. А около его головы там недостаточно места, чтобы такое провернуть. Ну и да, 111. То есть явно укрепление не работает на мои взрывы. Ладно. Не знаю, я попробую на эту маленькую платформу подняться. Ау. Ну или нет. Последняя арена абсолютно ужасно укушала. Там просто тупо нет места, чтобы от него уворачиваться никогда. Потому что там и так арена довольно маленькая, но еще и 90% этой арены забита смерчами. И если ты попадаешь в смерч, то тебя отталкивает и станет этим. Ну посмотрим. Может быть он снова ляжет спать. Такое бывает. Тогда я могу его еще раз так же взорвать. Если нет, то, наверное, я найден покров сразу же. Потом у меня когда-то зарядит покров скалы. Хотя в смерче все равно вставать не стоит. О, не, он не спит. Свободного места здесь между смерчами обычно ровно столько, чтобы в лес кушала. Только кушала. То есть если я там где-то еще буду стоять, то не, это не катит. Но обычно у него очень быстро ломается голова на этой арене. Почему я не выстрелил? Когда у него ломается голова, это его тоже роняет в довольно долгий стан. Ай. Куда ты, животное? И орать и создавать еще смерч. Классно. И еще орать создавать еще смерч. И в итоге вокруг меня 15 смерчей. Я не знаю, куда мне из них деться. Потому что со всех сторон нет возможности идти куда-либо. Наверное, я могу вот так вот выбежать. Это чуть-чуть поможет. Чуть-чуть больше места. И покров кончился. Плюс тут ступеньки везде, которые тоже напрягают. В том плане, что блок на них отваливается. Перекаты на них без айфреймов. И короткие. И тоже все довольно плохо. Эппо да? Кому ему нет. Сейчас должен. Ок. Это хотя бы чуть-чуть помогло. Когда я выроняю его, смерчи вырубаются. Но он их потом обратно врубает довольно быстро. Сейчас я держу быстро. Точнее, когда он падает, иногда его смерчи вырубаются. Но в данном случае один там остался. Ну и в общем, да. Как-то так. А без двух смертей мне его не удалось пока что убить. Так что это довольно нехорошо. Но тем не менее, пушка он убивается достаточно адекватно гонлэнсом. Смерти в основном либо от того, что я какую-то хрень делаю, либо от того, что финальная арена существует. Но, к сожалению, на него флешки вообще не работают. Так что вообще не пускать его на финальную арену это не вариант. Может быть вариант это переодеться в совсем бомбера, чтобы там увеличенный урон бомбы и все такое. Поставить бомбы, взорвать и свалить минут на 10, чтобы он снова лег спать. И два раза его так взорвать. Может быть это вариант. Может быть нет. Не уверен. Но в целом, как бы он дамаговее, чем просто Темперд. Но в остальном, кроме того, что он флешками не роняется, разницы как-то нет. Дамаговее живучее. Станется примерно так же вроде бы. Больше раз за бой, потому что у него больше хп. И бой сам по себе дольше. Но примерно так же легко. По крайней мере первые разы. Каких-то новых атак у него вроде бы нет. Каких-то еще новых фишек у него вроде бы тоже нет. М, артиллерия. Как раз в тему. К сожалению у меня их достаточно. Но все равно как раз в тему. Ну в общем да, как-то так. Что за него дают? Самое важное. За него дают... Да, за него дают убийство древних драконов и все такое. Но за него дают вот это вот, с крестом на сердце. Многосвойный доспех крестогильдии. На него нужно 5 монет великого охотника, которые фармятся на арене на корабле. С последних двух квестов. Которые два диаблоса разных. И который, как бы, девятый квест от два диаблоса. Восьмой квест это ураган плюс родобан на арене. Монет этих падает от одной до трех. От нуля до трех, наверное, рандомно. Каждый ран. Ничто на их дроп особо не влияет. Просто бегать пока не выпадет достаточно. Не обязательно это проходить там на А, на Б, на что-нибудь. Обязательно проходить на С. Потому что не пройти на С это вообще не пройти. Но да. Фармится в принципе довольно адекватно. Ну и два билета куша у Даоры. И я получаю доспех крестогильдии. Фармальный, который... Который выглядит вот так. Это его стандартный цвет. В принципе, довольно неплохо смотрится. И оказалось, его стандартный цвет не такой. По крайней мере того, который в кузнице делается. По-моему, он какой-то бежевый плащ там был или что-то такое. Он может быть черный. Но тут плащ вообще даже не красится. Ну и в целом он красится как-то не особо идеально. Так что стандартный цвет ему наиболее адекватно подходит. В других цветах у него, во-первых, убирается узор. Ну или, по крайней мере, становится или менее заметным. Во-вторых, он опять же в любом случае красится не целиком. Но, да, такой вот сет. В целом довольно неплохо смотрится. И также за арктемпорт кушалу можно, естественно, скрафтить доспех кушалы гамма. Давайте на него посмотрим. Но, спойлер, он не очень хороший. Он был бы очень хорошим, если бы это был там первый арктемпорт дракон. Но сейчас... Сейчас он не очень хороший. Ладно, выключить снаряжение. А, я хочу еще глянуть как раз в гильдии. Да, здесь он, вон, какой-то по цветам. И, по-моему, здесь у него как раз... О, здесь у него как раз плащ красился. Не, плащ все равно не красится. Красится так же. Но плащ у него здесь белый. А в бете черный. То есть там получается просто бета. А не, а в бете как раз плащ красится. Ну, в общем, не знаю. Не знаю. Не важно. Но, тем временем, да. Кушала гамма. Это доспех, который доступен за кушалу. И что здесь? Есть пять билетов, естественно, на полный сет. Один самоцвет. Один самоцвет. Ну, и в остальном просто куски кушалы. Шлем. Двойной источник ремесло второго уровня. Ремесло это хорошо. Но, опять же, сейчас есть теостро. Три куска. И три куска теостро в большинстве ситуации означают, что ремесло не нужно. Если есть хотя бы чуть-чуть белой заточки. Или нужно. Совсем чуть-чуть. Если нет белой заточки, но она есть с первого или с второго ремесла. И для такой ситуации подойдет поиск кушалу. Но до него мы еще дойдем. И там все равно есть какие-то более хорошие варианты, скорее всего. Но на шлеме ремесло это как-то вообще в принципе не очень нужно. Но зато оно есть и у него два сокета. Точнее, у него один двойной сокет. А броня, атака льдом, улучшение уклонения, двойной сокет может быть для каких-то там лучников или боуганнеров, которые стреляют именно льдом, которым нужны и атака льдом три и улучшение уклонения. Но и то я сомневаюсь, потому что лучники и боуганнеры обычно используют... По крайней мере иногда используют куртку Терина, которая дает вольную стихию снаряда, потому что там это нужно. Боуганнерам, по крайней мере. Лучники, скорее всего, еще что-нибудь используют. Но, по крайней мере, это вариант. Дальность у ворота. Боуганам тяжелым нужна, но боуганы тяжелые не особенно в элементальный урон играют вроде бы. Ганлэнсам нужна, но они тоже в элементальный урон никогда не играют. Так что, получается, атака льдом и дальность уклонения на одной шмотке это не настолько ценно. А по одиночке тоже это не настолько ценно, потому что есть даже шлем обычного кушалы, который дает второго уровня, по-моему, атаку льдом. Да. И три мелких сокета. Для атаки льдом это лучше. Так что это тоже как бы не особенно катит. Перчатки, фокусировка второго уровня и три слота. Это моя текущая броня только в слоте перчаток. То есть это дамасский доспех, по-моему, у меня дамасский доспех сейчас. Только с другими резистами, с другой защитой. Ситуационно сойдет, но в большинстве ситуаций, если вам нужна фокусировка, то вы все-таки используете дамасский доспех, потому что доспех немножко более свободный слот, чем перчатки, как ни странно. Пояс. Ремесло второго уровня, два мелких сокета. Опять же, это, наверное, подойдет слегка всяким билдом с тремя кусками теостры или четырьмя кусками драки, на которые требуют какого-то ремесла. Но даже там пул второго, это вполне вариант, потому что там два ремесла и вольные стихии снаряды и ячейк. То есть если вам нужна вольная стихия снаряды, то пул второй значительно лучше. Если нет, то, ну, это тоже вариант, да. Это, наверное, лучший кусок этого сета. И перчатки, сапоги, окно уклонения второго уровня и тройной сокет. Маловато, опять же. Сапоги бывают намного более крутыми. Если бы здесь было окно уклонения, там, тройной сокет и какой-нибудь еще сокет, там, два мелких или один двойной, или даже хотя бы один мелкий, то это было бы немножко адекватнее. Хотя окно уклонения в любом случае не на столько ценный стил, и даже если вы его билдите, вы его, скорее всего, билдите на чем-то другом. По-моему, сапоги Данте. Не, не сапоги. Пояс Данте имеет окно уклонения первого уровня. Броня Данте. То есть пара кусков Данте. Тоже неплохо дают окно уклонения. Ну и в любом случае это, опять же, не особенно сильный стил, потому что он требует пять уровней, чтобы хоть как-то адекватно работать. И все равно он дает не так уж много айфреймов с этими пяти уровнями. Так что не. Самый ценный кусок здесь это пояс. Ради двух уровней ремесла и двух ячеек. То есть если вам нужны два уровня ремесла, и вы не можете использовать, например, ноги зловония смерти, которые то же самое дают только в слоте ног, то, наверное, это вариант. А что там по резистам, кстати? Ноль к огню, что не очень хорошо. Минус к грозе, что не очень хорошо. Плюс к льду, льдом бьет целый один монстр во всей игре в данный момент. Так что это не очень полезно. Плюс к воде, водой, по-моему, вообще никто не дамажит. Так что это тоже не очень полезно. Ну, хотя бы это не минус к огню. То есть если бы это было минус три огня, нуль грозы, то это было бы значительно хуже. Так, ну, так себе резисты, но не совсем трэш. Но все равно, резисты довольно трэшевые. Сами шмотки, кроме пояса, абсолютно трэшевые. Пояс ситуационен. Так что кушала, в принципе, не очень... Не очень хороший арктемпорт. Броня, ну, довольно неплохо смотрится. Да. Это основной плюс. Ну и, в общем, как-то так. Посмотрим, что будет через две недели, или чуть меньше, чем через две недели с Лунастрой. Потому что там арктемпорт Лунастра. За нее вроде бы не дают визуальный сет, потому что за нее на плойке давали визуальный сет, который коллаборация с стритфайтером, который в PC-версии нет. Так что мы без сета. Какого-то хрена. Но посмотрим, что там за бой и что там за броня. Кушала пока что худший арктемпорт как по луту, так и по бою. Потому что кушала, в принципе, один из худших врагов в игре. В принципе, один из самых неприятных боев. И, ну, визуальный сет норм. Просто гамма-сет трэш. Самый худший из всех, наверное, гамма-сетов. Так что если пропускать какого-то арктемпорт дракона, то в данный момент кушала самый адекватный для пропускания. Ну ладно. Так, да, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Пока.